Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья и вы смотрите видео дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компании Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя? Узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Публикации о проекте Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах появились на туристическом сайте Love in Dubai и профильном сайте о строительстве Construction Week. В декабре генеральному конструктору ZAU струнной технологии Анатолию Юницкому пришло письмо от ученика 11 класса из Москвы. Рассказываем, что написал Анатолий Юницкий в ответном письме. После визита журналистов телекомпании TV Tokyo Corporation в Экотехнопарк и проектную организацию Skyway на японском телевидении вышел полноценный репортаж о струнном транспорте. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Арабские СМИ продолжают писать о Skyway. О проекте рассказывают и профильные издания, и развлекательные порталы. Одни видят в струнном транспорте смелый и сложный технологический проект, который может решить актуальные инфраструктурные проблемы. Другие – возможность создать в Объединенных Арабских Эмиратах еще одну популярную туристическую достопримечательность. Вот что пишет Love in Dubai популярный сайт о достопримечательностях и туризме в Дубае. Управление автомобильных дорог и транспорта объявило о своем новом проекте SkyPods. Все выглядит так же великолепно, как и звучит. Для них требуется гораздо меньше инфраструктуры по сравнению с существующими транспортными средствами. А это фрагмент публикации с профильного сайта о строительстве Construction Week. Система Skyway использует в 100 раз меньше земли для строительства, чем обычные транспортные средства такой же вместимости. Ее энергоэффективность в 5 раз лучше, чем у электромобилей, и этой системе требуется инфраструктура, которая в 10 раз меньше, чем у обычных транспортных систем такой же пропускной способности. В середине декабря генеральному конструктору ЗАО «Струнные технологии» Анатолию Юницкому пришло письмо от ученика 11 класса из Москвы. В письме молодой человек рассказал о своей заинтересованности струнным транспортом, желании в будущем проходить практику и возможности работать в компании. В ответном письме Анатолий Юницкий рассказал о том, как попасть в команду Skyway и в каких специалистах сейчас больше всего нуждается компания. «Наша компания намерена изменить мир и создать для нашей планеты новое будущее на основе новых технологий. Настяжение этой цели невозможно без вовлечения талантливых людей из разных стран мира. Поэтому мы стремимся построить долгосрочную систему формирования кадрового резерва, которая будет включать в себя как привлечение высоквалифицированных профессионалов, так и лучших молодых специалистов, начиная со школы и вузов. «Только так мы все вместе сможем спасти планету», пишет Анатолий Юницкий. Полную версию письма читайте на нашем сайте. 15 ноября 2018 года корреспонденты японской телекомпании TV Tokyo Corporation посетили проектную организацию и экотехнопарк Skyway. Визит гостей из Японии предшествовало их знакомство с технологией Skyway на выставке InnoTrans 2018, которая состоялась в сентябре 2018 года. Там представители TV Tokyo познакомились с флагманом модельного ряда Skyway – высокоскоростным юнибусом, способным осуществлять перевозку пассажиров на скоростях до 500 км в час. После визита журналистов в экотехнопарк и проектную организацию Skyway на японском телевидении вышел полноценный репортаж о струнном транспорте. Журналисты рассказали об истории развития струнных технологий, адресных проектах и личной истории генерального конструктора Skyway Анатолия Юницкого. Смотрите репортаж на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством! С вами была Дарья, до встречи в следующем году!